всем привет с вами я татьяна шадрина вы у меня на канале время шить сегодня время моделировать я уже думала что эта рубрика потихонечку за затухнет загаснет у меня на канале но нет спрашивают люди и меня сейчас есть в очереди два варианта чего мне по моделировать так что первым сегодня топ выступает топ простой сейчас он где-то здесь появится но выглядит очень эффектно довольно эффектно на пинтересте набрать топ то он выпадает в первую очередь ну что я предлагаю разобраться как он устроен скоро лето и я думаю что можно сшить такой топ легко и просто поехали пока я готовлю технический рисунок можно немножко по разглядывать саму блузку я сейчас где-то повешу закреплю ее фотографию и вы увидите что толком ничего не сложно разглядеть линии кроя линии шва ну кое-что можно увидеть мы сейчас с вами посмотрим мне показалось что сверху да не показалось бы точно есть вот такая отлетная деталь видите вот это вот отлетная деталь внутри под отлетные детали вот вылез под горлышко идет передняя часть я подозреваю что она заходит вот вот так вот сюда под низ возможно до талии доходит и вот уголочек ее вот здесь вот торчит так вот показываю потом какой-то объем ткани видите вот прямо здесь вот складка я сейчас я тоже постаралась нарисовать эту складку вот она прям такая складка болтается и здесь вот свободка то есть я могу рассуждать так что нагрудные вытачки и талиевые вытачки просто переведены вот в эту драпировку впереди на фотографии можно увидеть что спинка длиннее а перед имеет вот такую форму я подозреваю что вот этот линия низа она достаточно симметрично мне кажется так будет красиво и мы также с вами сделаем горловинка округлая как я уже сказала проймы немножечко углублена ну немножко чтобы для свободки и кстати не возбраняется нам с вами сделать для себя например маленькие рукавчики если кому-то надо я пытаюсь топ раскрасить разными цветами чтобы он такой получился просто в светлых тонах и какого-то такого нейтрального оттенка я закончила технический рисунок делать сейчас проговорю какие детали мы будем моделировать с вами у нас будет детали спинки она не почти не претерпевает изменений разве что может быть пройму чуть углубить мы сейчас с вами подготовим две детали переда в разворот полностью потому что у нас будет внутренние детали целиком асимметричная и будет внешне деталь отлётная вот эта деталь она тоже будет асимметрично у нее сделаем такие драпировки сюда у нас будут детали для пояса для двух поясочков один поясочек будет вчит вот сюда в левый бок а второй поясочек вшит будет вот сюда в отлетную деталь как обработать отлетную деталь варианты разные но я бы предложила косой бейкой потому что подгибку это будет не очень а узенькую косую бейку с легкой отстрочкой вполне вполне между бейкой и деталью основной вшить поясок карманчик можно его не делать совсем но можно и сделать карманчик легкий всегда привлекательный карман а ну да еще линия спинки по и по низу мы тоже немножко такой кругленько сделано что поехали моделировать берем спинку какие изменения в спинку наверняка на 1 сантиметр нужно углубить от базовой основы горловинку потому что в базе она очень плотно прилегает можно сантиметр поднять укоротить плечо для изящности и можно на сантиметр углубить пройму по низу то есть вот так вот и по линии бока немножко укоротим ну скажем сантиметра на 4 вот так на 4 сантиметра и плавной линии скруглим можно 45 сантиметров насколько вам хочется метка талии остается я думаю что то левой вытачки и приталенность по спинке мы оставим потому что силуэт поскольку завязывается на бантик на поясок сбоку то нужно такой не сильно болтающийся и вот мы сейчас немножечко вот так выкройку изменяем все спинка у нас готова сейчас займемся передними детальками я подготовила две детали переда в разворот давайте сейчас будем рисовать деталь внутреннюю которая находится внутри какие изменения коль мы сделали изменения по спинке то на сантиметр углубили я думаю что и переднюю деталь тоже углубим на сантиметр на сантиметр углубляем длину плеча и углубляем пройму на сантиметр те же изменения что и по спинке кстати те же изменения во вторую деталь точно также нужно будет внести затем мы на 45 сантиметров подняли линию бока по спинке соответственно и по переду точно также поднимаем будем плясать уже от этой величины дальше вот у меня линия центра переда я сейчас все это вот срежу излишки линия центра переда у меня вот если мы видим на картинке мне кажется что вот эта вот линия вот это вот детали она должна идти одинаково то есть поэтому может быть вот так от талии мы сделаем плавное такое закругление вот сюда и у нас внутренняя деталь вот давайте подпишем здесь лицо у нас будет лицо она будет вот такого плавного закругления я сейчас предлагаю убрать излишки которые мы уже с вами отрисовали и продолжить драпировки выполнять нам сейчас нужно с вами унести все вот эти вытачки в драпировку вниз но тут вопрос такой интересный может быть вот эту вытачку и оставить то которая внизу находится чтобы излишнего здесь объема не создавать но можно и перенести сюда вот тут уже как лишь как решите я бы наверное вот эту нагрудную вытачку перенесла в талию мы вот разрезаем вот здесь и условно говоря делаем вот такой вот здесь делаем надрез сверху до талиевой вытачки и собственно говоря вот мы с вами здесь закрыли талиевую историю открыли и вот она складка у нас внизу оказывается и когда завязываем поясок вот он излишек вот он излишек вот этот который вот сюда собирается ну повторюсь можно вот эту драпировку перенести вот сюда в объем но я бы не стала можно на крайний случай сделать так что талиевую уверена грудную вытачку унести например в бачок чтобы она вот здесь не пролегала вот в этом месте давайте это сделаем а можно вот эти обе вытачки перенести в драпировку куда-то вот в эту сторону знаете как это делается мы тогда вот сейчас вот так и разрезы сделаем ну скажем вот сюда решим где нам нужны здесь складки ну скажем вот здесь мы можем складку вынести можно перенести немножко частично вот эту вытачку ну скажем параллельно вот так то есть вот эту вот эту глубину вытачки разделить на 2 и тогда сейчас покажу как вот смотрите раствор вытачки то есть тогда на грудную давайте закроем общем первый вариант я вам сказала что можно внутри оставить без изменений вытачки сохраним если у вас фигура фигуристая вытачки будут глубокие пусть они остаются иначе если мы их размоделируем очень много драпировок получится мы с вами смотрите что можем сейчас сделать мы с вами можем вот эту талиевую вытачку которая открылась размоделировать на запчасти и перенести тогда эти все истории вот сюда вот так вот здесь мы закрываем вот частично и сейчас ко второму уголку вот сюда тоже разрез сделаем вот так и вторую часть как бы вот этого вот этого объема перенесем сюда вот и сейчас вторую как и разнесем просто вот сюда здесь подрезку делаем до самого уголка чтоб у нас раскрыться могло все то есть видите из уголка вытачки мы сделали разрез чтобы мы могли на две части и разделить все и тогда у нас с вами получилась вот такая деталь вся в драпировках можно ее сейчас обвести но я давайте обведу это передняя деталь внутренние мы тогда плавно все вот это обводим вот так и у нас получается передняя деталь вот где у нас метки талии были все сохраняем вот такая передняя деталь когда мы завяжем поясочек то вот это у нас все ляжет в красивые складки и вытачек талиевых не будет смотрите вот эти складочки можно частично от строчить ну скажем хотя бы две из них остальное в свободку пустить застрочить немножко в районе поясочка тогда они не будут хаотично укладываться но можно и оставить свободно и просто затягивать поясочком передняя внутренняя деталь готова сейчас внешне с внешней поработаем изменения во внешней детали те же самые что по переду и спинке чуть-чуть убираем по сантиметру в районе плеча проймы горловинки в общем-то повторяем то же самое что и его внутренние детали чтобы они у нас были идентичны и проймочку чуть-чуть на 4 сантиметре к вот здесь уменьшаем то есть сразу и так по низу все у нас эта деталька готова за основу подписываем здесь лицо и рассуждаем теперь нам нужно направить вернее сделать вот эту линию красиво рисуем эту линию она пойдет точная из точки основания шеи и точно нас придет в талию то ли она придет в талию там где вы . то ли чуть чуть подальше это уже вы сами определитесь примерно так поскольку здесь вырез не сквозной все равно как у нас пойдет ли не выли выреза ничего лишнего видно не будет ну скажем примерно вот так я нарисовала и сейчас на отлет вот сюда как-то мы ее рисуем то есть красивой формы поскольку они у нас будут пересекаться с две детали вот в этой точке то вот эти формы должны быть одинаковые вот здесь все я сейчас даже могу вот эту детальку вот так вырезать смотрите что здесь вот этот уголок он поскольку на вытачку за ну как бы уходит то мы сейчас через вытачку вернету мы его просто подклеим сюда вот так нам нужно подклеить потому что здесь же предполагалось что за шьется все сейчас подклеим здесь нужно сохранить метку талии вот она у нас шла помните горизонталь это была метка талии поэтому этот уголок с подклеим как раз в районе талии так ну и тогда конечно же надо будет сместить то есть просто стороны вытачки вот так сошлись вот здесь вот эти стороны вытачки мы как бы присоединили сюда и поэтому изменили немножко этот угол наклона и то же самое вот здесь подравниваем тоже так раз и раз все вот это готово сейчас нам нужно расположить драпировки вот эти драпировки унести вытачки в драпировку по талии здесь все прям легко и просто мы вот сюда переносим ну кстати здесь можно не уголком сделать а скажем сантиметра 4 на ширину пояса завязки давайте так и сделаем горизонталь куда будет пришиваться пояс завязка и сейчас драпировки уносим вот на грудную первую давайте сюда одну вот так хорошо бы еще одну куда то вот так давайте то есть частично вытачку сюда частично вытачку сюда то есть мы сейчас опять же видите вот так разрезаем я сейчас вам то есть также как делали в той детали вот здесь такой разрезе то есть мы на грудную вытачку поделили как бы на две части получается и вот у нас вышел вот такой такая глубина и сейчас эти две в две получается запчасти мы сейчас их раздвинем вот здесь мы все так же соединим раздвинули а здесь соединили все вытачку мы соединили перенесли на грудную вытачку в талиевый запах сейчас все это подклею ну и это конечно лучше равномерно вот сюда так по серединочке их положить нам теперь нужно избавиться от талиевой вытачки я думаю что здесь можно вообще особо не заморачиваться скажем коль у нас вот здесь он запах идет то просто будет сюда ее унести и все вот так у нас будет здесь завязка вот такая история можно сейчас также обвести эту деталь где у нас так что на что обратить внимание вот так вот здесь плавно мы соединяем смотрите к при пошиве можно вот в этих местах заложить складки и просто заложить складки перед тем как мы будем притачивать пояс вот но здесь что мне равномерно получилось надо было равномерно что вот эта вот штучка легла вот сюда то есть складочка будет одна вот такая и вторая складочка их закладываем и пришиваем пояс и завязываем потом пояс про карманчик как говорить даже думаю нет смысла потому что вырезаем его любых краем любых размеров и пришиваем что еще хотел уточнить долевая где расположена там где вас была изначально середина переда вот это вот центр вытачка через нее проходит готова но можно долевую располагать и в деталях с запахом вот здесь то есть как-то вот по долевой ориентировать ее на отлетную деталь и так у нас с вами готова деталь переда которая запах запашная деталь переда которые внутренние и деталь спинки вот она еще нужно будет подготовить два завязывающихся пояса карман и бейку для обработки отлетных частей блузки мы с вами закончили моделировать блузку я предложила вам свою идею буду ждать вас в комментариях пишите свои идеи возможно какие-то другие способы моделирования можно придумать для этой блузки давайте вместе собирать информацию и делиться вдохновляться новыми вещами к лету к весне на этом все с вами была я татьяна шадрина вы были меня на канале время шить до встречи